Ladies and gentlemen, welcome to the session of the Best Practice Forum. Я хочу поблагодарить всех тех, кто предоставил нам свой опыт знаний и посвятил много времени работы в составе форума по передовой практике области кибербезопасности. Позвольте мне перечислить. Мы благодарим экспертов, волонтеров каждой рабочей группы, а также руководителей группы. Все имена перечислены в документы. Ваша приверженность этой работе и ваш вклад обеспечил успех в подготовке доклада, и АДЖФ вам очень благодарен. А теперь я передаю слово Уэму, который сделает доклад. Большое спасибо. Благодарю вас за приветственные слова. Добро пожаловать. Меня зовут Ван Друзелла. Я являюсь консультантом пресс-секретариата АДЖФ и оказываю поддержку форуму передовой практики области кибербезопасности. Так что я хочу поблагодарить всех членов АДЖФ и мою команду волонтеров, и всех тех, кто выполнил работу для того, чтобы подготовить этот доклад. Меня попросили кратко представить этот документ с тем, чтобы объяснить, что из себя представляет форум по передовой практике и чем в предыдущие годы занимался наш форум. Поскольку это позволит нам пояснить и связь между предыдущей деятельностью и той работой, которая была выполнена в этом году. Форум по передовой практике ведет работу в межсессионный период. То есть, иначе говоря, по инициативе Косударственного совета, то есть МАГа, то есть за несколько месяцев до ежегодной конференции АДЖФ, на основании подхода снизу вверх, с участием множества заинтересованных сторон, члены АДЖФ могут вместе проработать ту или иную тему. В данном случае в качестве темы была выбрана кибербезопасность. Как я уже говорил, это позволяет разным волонтерам работать вместе. И таким образом к форуму готовится проект документа. К этому моменту уже была проведена вся предварительная работа, проведены исследования и подготовлены первые итоги этих исследований. И они предоставляются вниманию АДЖФ. Как я уже говорил, последние два года ведет работу в форум передовой практики по кибербезопасности. В предыдущие годы были другие темы, выбранные для такой межсессионной работы. Однако в предыдущие четыре года наблюдается тенденция, потому что, так или иначе, все предыдущие работы также были связаны с нормами в области кибербезопасности. Началось это в 2018 году. Кажется, что 2018 год был очень давно. Тогда АДЖФ проходил в Берлине. Это был последний АДЖФ перед пандемией. Вы сами решите, насколько это было давно. Так вот, в 2018 году форум по передовой практике задался следующим вопросом. Что такое нормы и как нормы разрабатываются? Для того, чтобы сначала понять, что считаются нормы, каким образом нормы используются и что означают нормы в области кибербезопасности. На следующий год тема была сформулирована следующим образом. Каким образом эти нормы находят практическое применение, то есть оперно-лициализация норм. И каким образом привлечь разные заинтересованные стороны к разработке нормы и к формулированию операционных определений. На следующий год тема была очень интересная. Это был эксперимент. В рамках форума передовой практики мы совершенно осознанно вышли за границы вопросов, которые касаются интернета, для того чтобы проанализировать, какие нормы существуют за пределами кибербезопасности, какие другие есть нормы. Мы обсуждали в составе форума, какие можно сделать выводы из существующих норм, например, в области атомной энергетики, в дипломатической деятельности, в торговле, в инвестициях. И таким образом мы проанализировали, какие можно извлечь выводы, какие можно уроки извлечь из норм в других областях и применить их к кибербезопасности. Далее работа имеет прямое отношение к тому, что сегодня обсуждается. В следующий год форум по передовой практике сдался следующим образом. Итак, есть уже принятые нормы по кибербезопасности, но в чем состоит их ценность? Работа, которая в том году вела работу, провела эксперимент. Мы решили проанализировать случаи нарушения кибербезопасности с тем, чтобы понять, если бы были приняты нормы, помешали бы эти нормы происхождение этих инцидентов или нет. Это был очень интересный вопрос, интересная тема, и она напрямую связана с тем, что мы будем обсуждать сегодня. Наконец, в прошлом году, также, я полагаю, это напрямую связанной с сегодняшней дискуссией, форум передовой практики был посвящен опыту, который уже был накоплен в борьбе с различными случаями нарушения кибербезопасности. Решили, что опыт, если хорошенько прислушаться к тому, что произошло, этот может стать источником большого объема информации. И решили, что это напрямую, так сказать, также будет связано с работой, которая проводилась в этом году. Но об этом я расскажу чуть подробнее позже. Я решила, что необходимо рассказать вам о том, чем занимался форум передовой практики в предыдущие годы, потому что по результатам каждого года работы были составлены документы, которыми можно ознакомиться на сайте IGF. Так что, если вам интересно узнать, что обсуждалось в предыдущие годы, вы можете найти всю эту информацию на сайте IGF. Мы вскоре перейдем к обсуждению работы, которая была проделана за истекший год. Но пока я хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в работе. Мэм Панада и ваши коллеги Жозефины и другие, которые входят в состав МАГ. Они поддержали идею проведения форума передовой практики по кибербезопасности. Это было еще в самом начале года. Большое вам спасибо за это. Хочу отметить усилия волонтеров, которые в предыдущие месяцы принимали участие в обсуждении режима онлайн и носили свой вклад в эту работу. Не все из них присутствуют в этом зале. Некоторые из них находятся на сцене. А также хочу поблагодарить экспертов. Клей Барт, он, кажется, участвует в удаленном формате. Ле, вы нас слышите? Да, вы в зале. Большое спасибо вам за оказанную помощь. Клей, вам слово. Большое спасибо, Уэм. Большое спасибо вам за то, что вы нам представили историческую выкладку, потому что вы нас поддерживали в рамках всех форумов по передовой практике по кибербезопасности. Это было очень важной частью работы, поскольку позволило нам создать целую библиотеку того, какие есть примеры хорошего управления, как это связано с кибербезопасностью и так далее. Мы уже говорили, что мы работали с нашими координатами с МАГом, мы работали с другими тем, чтобы решить весьма амбиционную задачу. Нужно сказать, что для АЧФ этот год был довольно коротким. Мы решили определить нашу задачу следующим образом. Каким образом можем унести свой вклад в обсуждение политики, рассмотрев вопрос норм с двух точек зрения. С одной стороны, опираясь на предыдущую работу, которая была проведена в АЧФ, то есть проанализировав то, каким образом уже нормы в прошлом сыграли свою роль в реагировании на различные инциденты, и, во-вторых, расширить объем работы с тем, чтобы получить более широкую точку зрения на то, как это влияет на всю экосистему, в том числе с точки зрения ведения эксплуатационной деятельности компаний и финансовое воздействие, как это влияет на тех, кто реагирует на эти киберпреступления, на общество, на отдельных людей, финансовое воздействие и так далее. Для этого мы проанализировали самые крупные кибератаки за последние 5-10 лет и выбрали 5. Во-первых, выкуп Коста-Рики в 2022 году, потом взломбанк в 2021 году в Австралии. Мы проанализировали, каким образом на национальном уровне влияют на системы в Всехокеанском регионе попытки получить выкуп. Также 2022 год, 2023 год в действии на системы и так же, как это повлияло в 2020 году на солнечную и ветряную энергетику. То есть широкий спектр тем, инциденты, которые произошли в разных уголках мира, как они повлияли на экономики разных стран. На данном этапе этот доклад имеет лишь предварительный характер, однако мы уже можем отметить очень интересные тенденции. Может быть, эти тенденции не удивят тех, кто глубоко погружен в эту тему, но необходимо было отразиться в документе с тем, чтобы это внесло свой вклад в обсуждение формирования политики, а также в разговор о формировании норм. Позвольте поделиться основными нашими соображениями, которые возникли в результате подготовки этого доклада. Когда мы говорим о норме и о том, как происшествия связаны с нормами этими, то мы тут видим прямую связь. Мы видим, например, как это может повреждать критическую инфраструктуру. Как, например, мы видели, что произошло в Коста-Рике, когда была повреждена Коста-Рика в Папуа-Новой Гвинеи, когда были затронуты, например, больницы и другие важные объекты инфраструктуры. Это, конечно, очень ясно, и есть и более широкие общие черты. Даже если такие объекты не охвачены атакой умышленно, тем не менее, мы видим, что доступ к критическим услугам может оказываться затруднен. Мы видели также атаки и взломы банков данных, что тоже, конечно, вызывает большую озабоченность и нарушает, конечно же, неприкосновенность данных. И мы видим, что мы получаем запросы о поддержке и необходимости международного сотрудничества на государственном уровне с участием, возможно, как можно большего количества государственных партнеров. И мы видим, что такое сотрудничество, нацеленное на остановку киберпреступлений и терроризма, должно основываться на каких-то общих документах, которые, во-первых, на отчетах, которые подчеркивают вот такие уязвимости систем ЭКТ, но которые описывают и необходимость наращивания возможностей для борьбы с киберпреступностью. И чем больше таких кибератак мы анализируем, тем больше мы можем целенаправленно использовать усилия по наращиванию потенциала, наращиванию финансирования, обмена информацией по таким вопросам. Или, допустим, обучение с учетом ранее произошедших кибератак и происшествий. Поэтому, когда мы можем, во-первых, таким образом информировать деятельность команд на местах, в то же самое время мы можем более эффективно организовать международное сотрудничество. И мы видим, на что еще могут влиять кибератаки. Например, в Фидже во время пандемии приложение, которое занималось как раз вопросами пандемии COVID-19, было взломано. Это тоже повлияло на порядок, на то, как управлялась страна и объект здравоохранения во время COVID-19. На самом деле, такие происшествия помогают нам укрепить систему киберзащиты в других странах. Это подчеркивает уязвимости. Мы понимаем, что это вопросы очень опасные, такие, например, как дезинформация в области вакцинации от вируса COVID-19. И то, на что была направлена кибератака, помогает нам выявить такие вопросы. Мы наблюдали то же самое в САМО, и когда кибератака была направлена на политические структуры, и тоже была нацелена на то, чтобы дезинформировать население в переломный политический момент и в момент формирования политики. Поэтому, когда мы видим такие кибератаки, они помогают информировать нашу дальнейшую деятельность по защите от дальнейших возможных происшествий. Поэтому, глядя на всю эту динамику, важно ее анализировать. На этом я пока завершу проект документа. Сейчас онлайн, но имейте в виду, что это пока не окончательный формат документа. У него, как я уже говорила, предварительный характер. И мы будем продолжать его обсуждать и моделировать. Поэтому, если вы хотите принять участие в этом процессе, пожалуйста, дайте нам знать. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что продолжим работать в будущем и с вашей поддержкой тоже. На этом этапе давайте продолжим дискуссию. Хочу пригласить на сцену наших ораторов в этой сессии. Спасибо. Давайте я всех представлю. У нас здесь большой такой официальный зал, но давайте попробуем пообщаться неофициально. Садитесь поближе, берите слово, подходите к микрофону и давайте в формате диалога общаться. Если даже у вас нет вопросов, но вы просто хотите что-то прокомментировать или высказать свою точку зрения, то тоже берите слово. Наши ораторы выступят кратко, буквально за пять минут представят свою точку зрения, а дальше мы будем общаться в формате дискуссии. Итак, наши ораторы, которые расскажут нам о том, как можно организовывать вопросы по борьбе с киберпреступностью. Спасибо. Меня зовут Луиз Мари Фуррель. Я представляю исследовательский центр в Соединенном Королевстве по вопросам кибербезопасности. Мы уже несколько лет работаем и отслеживаем, в том числе и работу БПФ в последние годы и рассматриваем все темы, о которых только что говорил Клей, о том, что необходимо понимать все заинтересованные стороны, подключенные к этому процессу, на каких нормах основывается их деятельность, как они сформулировали свои этические нормы и что мы можем понять, какие уроки мы можем извлечь из этих происшествий, из этих кибератак. И именно в этом и есть ценность БПФ, как соединяющая структуры для всей структуры по борьбе с киберпреступностью. Именно этим мы занимаемся в нашем центре, сокращенно Руси, и мы изучаем в том числе, как исследовательские центры похожего характера в других странах работают с кибербезопасностью. В июле мы организовали мероприятие во время работы открытой рабочей группы, мы организовали мероприятие на полях, в центре которого была именно работа и сотрудничество с разными странами по реагированию на кибератаки. Нам интересно, как реагируют на кибератаки разные страны, малоостровные государства, развивающиеся, развитые страны, в чём общность, их подходы, в чём различия, для того, чтобы можно было лучше информировать диалог на международном уровне. Это мероприятие было организовано нами вместе с Эстонией через Министерство иностранных дел, а также Вануату и Коста-Рика поддержали организацию. И мы вместе обсуждали опыт таких разных стран с такой разной историей в таких разных обстоятельствах функционирующих. И до июля мы обсуждали доклады по тому, какие именно тенденции появляются среди кибератак, и как именно организована работа, и какова логика стран, которые используют программу «Вымогатель» в своей работе. Это была одна из тем, которые мы обсуждали. Мы обсуждали, как именно это связано с государственной безопасностью, и можно ли здесь провести параллель между уголовным преступлением и преступлением против государственной безопасности. Мы обсуждали опыт стран, которые столкнулись с вредоносными программами, с требованием выкупа, и обсуждали, какой порог мы ставим, чтобы назвать такую программу «Угрозы для национальной безопасности». Обсуждали примеры, которые уже происходили, какие существуют нормы, на которые могли бы согласиться государственные члены. И обсуждали уже существующее соглашение 2015 года по программам «Вымогателем». Мы выявили несколько критериев, которые высказали государство, присутствующее на этом обсуждении. И мы смотрели здесь на масштабы, на охват и на скорость этой атаки. И опять-таки мы здесь обсуждали критерии того, какие именно можно здесь привлекать государственные структуры в зависимости от масштабов происшествия, и можно ли квалифицировать происшествия как уголовное или уже как угрозу государственной безопасности. Мы обсуждали примеры из Коста-Рики 2022 года, когда были взломаны сайты здравоохранения, и когда больницы оказались объектом атаки в Нуату и в Конго, тоже были примеры взлома именно здравоохранительных онлайн-структур. Тонго тоже выступила со своими примерами и представила свои критерии, которые в их случае включали экономическое влияние, приводя примеры стран, которые непропорционально сильно могут пострадать от программ-вымогателей в связи с экономическими условиями, не имея возможности отреагировать на такие запросы, удовлетворить такие запросы, или невозможность таких стран восстановить потом бюджет. И что такое, например, запрос был 20 миллионов, как нам объяснила Коста-Рика, но фактическая стоимость такой выплаты для них составила бы от 35 до 60 миллионов. Дело не только в том, какой выкуп им пришлось бы выплатить, но и как затем повлияла бы выплата такого выкупа на их ВВП и на дальнейшее развитие экономики. Поэтому риски здесь должны рассматриваться и с экономической точки зрения тоже, и не только с учетом самой суммы выкупа. Мы попытались сгруппировать страны по таким видам риска, и по тому, как влияют на них такие риски, такие программы-вымогатели. Далее мы рассматривали критерии финансирования. Кто финансирует эти группы, которые функционируют на основе программ-вымогателей, кто их финансирует, как именно их финансируют и в каких суммах выражается их финансирование. Это еще один критерий, по которому можно принимать решение о том, как квалифицировать эту атаку и, соответственно, как на нее можно реагировать. И, в конце концов, мы также обсуждали вопрос, насколько государство само свободно принимает решение о том, что можно квалифицировать как уголовное нарушение или как угрозу государственной безопасности. Я пока остановлюсь на этом, но вот вкратце то, что мы обсуждали на этой встрече. Спасибо, Луиз. Я очень рад видеть, что столько уроков удалось извлечь из этого обсуждения, и что правительства тоже были подключены к этой дискуссии. Давайте теперь выслушаем представителя ООН. Он является частью Комитета ООН, который занимается вопросами гибербезопасности. Давайте теперь его техническую точку зрения выслушаем. Меня зовут Дина Дзелачо. Я более 22 лет уже работаю с ООН. Я представляю Пенсионный фонд Объединенных наций. И я работала в разных департаментах. Три года я работала в департаменте кибербезопасности. И в 2017 году меня назначили в Пенсионный фонд Объединенных наций директором по вопросам гибербезопасности. Я работаю и я также являюсь и частью группы по консультации в области безопасности IGF. И меня пригласили принять участие в нескольких мероприятиях по кибербезопасности, в том числе в форуме по передовым практикам кибербезопасности. Здесь у нас есть, я считаю, два основных аспекта. Первое. Как влияет кибератака на сообщество, на человека, на граждан, на отдельные группы. И второе. Как реагирует правительство. И как политика по реагированию формировалась. Что повлияло на это формирование. И я смотрю здесь с определенного угла зрения. Конечно, я не беспристрастен. У меня опыт аудитора. И я предложил включить ряд критериев, которые подразумевают роль, которую играют национальные институты по аудиту. Здесь можно выявить случаи, которые можно проанализировать и выявить конкретные критерии, тенденции по регионам и по странам. Например, рассмотреть, что происходит в Соединенных Штатах или в Европе. И когда мы анализируем реагирование и работу, которую проделывают институты, например, Соединенных Штатов, то мы понимаем лучше, как и когда реакция правительства может складываться в результате рекомендаций институтов по аудиту в стране. И после того, как мы обсудили, что именно рекомендовали аудиторы и почему они пришли к такому выводу, мы понимаем, что для того, чтобы сделать рекомендацию, аудитор должен проанализировать ряд обстоятельств, ряд стандартов. И, к примеру, в том числе, как произошла кибератака. И затем разработать рекомендацию и ее осуществить. И я попытался эту перспективу представить, потому что, на мой взгляд, во многих случаях вызов заключается в том, и ведь я часть Организации Объединенных Наций так много лет, и я понимаю, как работает аудитор, анализирующий последствия кибератаки, в том числе, к сожалению, и в рамках ООН, потому что ООН тоже является целью кибератак. В 2017 году я уже начал работать в управленческой структуре в рамках ООН, поэтому я понимаю обе стороны, техническую, аудиторскую и управленческую. И важно понять, что нами руководит. Рекомендации, которые основаны на нормах ответственного поведения в рамках кибербезопасности ООН. Так что вопрос здесь на двух уровнях рассматривается. Первое – это передовые практики, а второе – это практические рекомендации на операционном уровне. Вот вызов, который я считаю, важно всегда учитывать, и я всегда его привожу. Я считаю, что на уровне нормативном, на уровне принципов и норм, мы каким-то образом имеем некие принципы, которые на международном уровне понятны, и которыми мы пользуемся. Но, как я уже сказал, нормы ООН, например, по реагированию основаны на ответственном поведении. Но есть и другие исследовательские организации, НПО, которые, например, ссылаются на эти документы. И существует глобальная комиссия по стабильности в области кибербезопасности. У нее разработаны восемь принципов, например, такие тоже, как ответственное поведение. Вопрос мой заключается в том, как в это все встраивается аудит, и как, например, международные организации, международные институты аудита могут объединять результаты своей работы. Мне кажется, что это может стать интересным направлением для дальнейшего изучения. Спасибо. Благодарю вас. Вызывает множество размышлений ваше выступление, наводит на многие мысли. Благодарю вас. Следующим мы переходим к другой по теме. Это влияние с точки зрения человека. Это Сюзан Гарай. Следующая перед нами выступит представитель Тихоокеанского узла. И она хорошо знакома со случаем как раз программы-вымогателя в Ануату. Большое спасибо за приглашение выступить здесь. Как уже говорилось другими докладчиками, к сожалению, киберинциденты, происшествия в области кибербезопасности учащаются. И в Тихоокеанском регионе нередко полосы газет пестрят такими сообщениями. Итак, инцидент в области кибербезопасности для Вануату был разрушающим, катастрофическим событием. Потому что речь шла не только об одном происшествии, но и о множественных воздействиях, технологических воздействиях и прямого воздействия, к сожалению, на жизни людей. Такие инциденты в области кибербезопасности приводят к тому, что малые островные государства, такие как Вануату, вынуждены объединяться своими усилиями с другими странами региона, с тем, чтобы повысить свою невосприимчивость к воздействиям таких внешних атак. Интересно то, что влияние этих инцидентов на людей приковывает внимание широкой общественности. Ведь люди попадают под удар таких происшествий самым непосредственным образом. Поэтому привлечение внимания нам очень помогает по мере того, как государственные органы, технологические компании, частный сектор учитывают эти риски. Спасибо. Спасибо, Сюзан. Далее перед нами выступит Киевова Мвендва, представитель КИКТАНЕТ, который расскажет о работе Организации гражданского общества в Кении по данному направлению. Спасибо. Меня зовут Мвендва Киевова. Я представляю КИКТАНЕТ. КИКТАНЕТ – это аналитический центр с участием многих заинтересованных сторон. Мы занимаемся исследованием, наращиванием потенциала и другими направлениями. У нас есть проект, который существует с 2018 года. В рамках проекта мы работаем заинтересованными сторонами, включая государственные органы, особенно органы общественной безопасности, судебные ведомства, а также провайдерами телекоммуникационных услуг. И вместе мы обсуждаем вопросы в области кибербезопасности. Целью этого проекта является обмен информацией, укрепление доверия между заинтересованными сторонами, укрепление потенциала участников, определение стратегий и необходимых действий в случае любого нарушения кибербезопасности, а также улучшение понимания новых вопросов, новых угроз в стране и в регионе целом. Несколько результатов уже можно озвучить. И здесь некоторые из результатов уже стали основами для законодательных актов. Мы участвовали в работе Координационного комитета по борьбе с киберпреступностью в Кении. Целью является надлежащее реагирование на киберинциденты. Что касается существующих вызовов, в этом году состоялось несколько ДДОС-атак от организации, которая себя называет «Анонимный Судан». Они атаковали в свое время даже сайт Госдепа в США. И им удалось успешно провести несколько ДДОС-атак. И в нескольких случаях им удалось даже полностью нарушить функционирование ряда сайтов и части объектов критической инфраструктуры, включая систему мобильных платежей. Поэтому можете себе представить, что вы, скажем, приезжаете на автозаправку и не можете заправить машину, потому что система не работает. Вы не можете оплатить свой обед в ресторане, потому что система мобильных платежей не работает. Например, вы хотите оплатить за школу ребенку и тоже этого сделать не можете. Поэтому это было очень серьезное нарушение всего уклада жизни для нашей страны. Далее в Кении есть также такой сайт государственных услуг. Например, там можно подать на новый паспорт, подать на получение свидетельства о рождении, а также на электронную визу. То есть, например, те, кто хотел приехать, и туристы, которые хотели приехать в Кению, они тоже должны подавать через эту систему. И система какое-то время не работала. Эти атаки по отказу от доступа, они, опять же, их источником была организация «Анонимный Судан». Они сейчас пытаются, эта организация, купить дополнительные емкости облачной инфраструктуры с тем, чтобы расширить свою деятельность. И здесь важно сотрудничать разным странам с тем, чтобы эффективно противодействовать таким атакам. Потому что вот эта группа, ей удалось даже временно нарушить функционирование облачных серверов ряда крупных технологических компаний. Поэтому укрепление координации между органами общественной безопасности с включением Интерпола здесь необходимо. Большое спасибо за рассказ о ситуации в Кении, опять же, с упором на влияние на жизнь людей. Первый вопрос задаю Дина. Вы говорили об оценке воздействия с нормативной точки зрения. Вот как раз о том же говорил Киевова. Могут ли как-то аудиторы оценить влияние на жизнь человека или как-то подсчитать с тем, чтобы это стало измеримым показателем? Что касается базовой терминологии, которая пользуется в ИКТ, а также в области технического аудита, в области информационной технологии, то здесь считается, что здесь основными, самыми главными терминами являются люди, процессы и технологии. При подготовке к техническому аудиту нам, аудиторам, поручают прежде всего оценить риск проведения аудита, потому что сначала необходимо определить ту сферу, которую необходимо оценить, потому что необходимо четко прописать задачу, иначе просто невозможно объять необъятное. И при планировании технического аудита, например, в системе ООН, аудиторы оценивают функции с точки зрения аудита, основанного на рисках. То есть, иными словами, это анализ рисков. Там проводится оценка не только технических аспектов какой-то зоны, какой-то темы, не только оценка бюджетных средств, скажем, которые соотносятся с каким-то отдельным отделом или учреждением, или организацией. И здесь руководящим принципом является понятие «актив». Что такое актив, который может стать целью атаки или инцидента в области кибербезопасности? И здесь самым важным активом является человек. Потому что для любой организации самым важным активом являются люди, кадровые ресурсы. Поэтому я могу со всей ответственностью утверждать, что, конечно же, человеческий фактор учитывается. Более того, человек ставится в самый центр процесса. Это не пустой акроним. Существует четкая приоритизация. Сначала люди, затем процессы, затем технологии. Спасибо. Замечательно. Отрадно слышать, что человеческий фактор учитывается. Надеемся, что и в политической сфере он тоже будет выводиться на первый план. Вы говорите об охвате аудита. Конечно, невозможно объять необъятное, равно как невозможно полностью обезопасить себя. И здесь следующий вопрос обращаю к вам. Луис, вы говорили о запросах на помощь, на содействие от международных партнеров. В контексте тех инцидентов, о которых вы говорили. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Да, конечно. Возвращаюсь к дискуссии относительно привязки норм, утвержденных на международном уровне с практикой. И с 2015 года проводится много дискуссий. Как только случается какое-то происшествие, это вызывает обеспокоенность. И тогда либо государство само этим занимается, либо просит о помощи другое государство. И в последние годы наблюдается следующая картина. Происходит некая эволюция дискуссии в том, что касается запросов о помощи. И это касается укрепления потенциала и других аспектов. Я говорила как раз об этом на другой группе экспертов. Но напомню еще раз, необходимо посмотреть на разные аспекты содействия или помощи. Во-первых, есть программы, которые укрепляют потенциал, которые укрепляют невосприимчивость к атакам. Далее, есть такая вещь, как реагирование на кризисы. Например, в Коста-Рике правительства разных стран помогали Коста-Рике ликвидировать последствия там и Австралии, и другие. То есть существует уже история таких взаимодействий и помощи между правительствами. То есть если страна сталкивается с крупным инцидентом, с использованием, скажем, программы-вымогателей, как те, про которые мы говорили, другая страна может здесь помочь. Поэтому важно, чтобы были такие связи, было такое доверие. И здесь, во второй части наших семинаров, которые мы проводили с различными государствами, с различными заинтересованными сторонами, как раз речь там шла о запросах на оказание помощи. И здесь многое зависит от серьезности инцидента, от самого кризиса, характера кризиса, от наличия навыков в данной стране. Поэтому контекст может быть разный, в котором может оказываться помощь. Так вот, первым элементом является то, что необходимо обеспечить то, чтобы государственные органы, государства понимали важность и последствия, которые могут быть сопряжены, такие инциденты. Ведь большинство профессионалов в области кибербезопасности, они настолько заняты, можно сказать, что они перегружены, что они просто не могут даже отреагировать должным образом на возможные риски. И здесь важно, что в случае ДДОС-атак там проще определить воздействие. Оно видно невооруженным вглядом, потому что речь идет об отказе в доступе. Но существуют и другие виды инцидентов в области кибербезопасности. И в некоторых случаях на национальном уровне есть команды оперативного реагирования на инциденты. В некоторых случаях таких их нет. Но даже если такие команды есть, они тоже должны координировать свои усилия с другими ведомствами. Далее, что касается запросов на оказание помощи, то это, конечно же, требует укрепления координации между государствами. Вот два дня назад мы как раз об этом говорили, что здесь важно избежать дупликации усилий. Как правило, предложений на проведение тренингов, наращивание потенциала команды экстренного реагирования. Но если вот есть несколько, многие страны, которые предлагают такого рода помощь. Настолько это необходимо, настолько устойчива такая модель. И как раз об этом речь шла. И в контексте российско-украинской войны, других конфликтов, кибераспект там тоже присутствует. И там тоже надо смотреть на то, какие механизмы существуют, каким образом помощь может оказываться там, гибким образом. Далее. Также речь шла о том, что необходимо укреплять потенциал мониторинга. Например, представить Черногории, привел очень хороший пример, когда он вынужден был чуть ли не единолично собирать всю информацию для того, чтобы отреагировать на кибер-угрозу. Но после серьезного инцидента там как раз правительство вынуждено было пересмотреть свой подход и укрепить команду специалистов, как раз команды реагирования. Так вот, что касается запросов о помощи, возвращаемся к вопросу необходимости наличия некого механизма, стандартного механизма. Дальше не стоит забывать о бюрократизме, который нередко страдают государственные органы. И вот эти препоны тоже необходимо ликвидировать. Спасибо, Луиз. Следующее. Я бы хотела задать вопрос Сюзан. Мы за последние несколько недель часто друг с другом встречаемся. В частности, на конференции P4C на Фидже мы говорили об укреплении потенциала. Так вот, Сюзан, мы обсуждали разные элементы, важность избежания деплицирования и так далее. Так вот, вопрос. Расскажите, пожалуйста, как в вашем регионе, в странах Океании, как вы готовитесь к будущим возможным инцидентам в области кибербезопасности, как вы выстраиваете взаимоотношения с партнерами? Спасибо за этот вопрос. Уже несколько моментов было освещено. И вот, в частности, говорилось о сотрудничестве на региональном уровне. Я хотела бы остановиться на этом немного подробнее. В странах Океании у нас есть большое разнообразие стран, культуры. Когда речь заходит о кибербезопасности, есть страны, которые уже далеко вперед ушли по сравнению с другими. Некоторые только начинают делать первые шаги в области кибербезопасности. Некоторые являются, по сути, новичками и делают первые шажки в этом направлении. Поэтому, когда речь заходит о реагировании на инциденты в области кибербезопасности, сотрудничество в регионе выходит на первый план. Например, Австралия помогает малым островным развивающимся государствам. И на моей стране тоже. И большое спасибо Австралии за это. Вот такое сотрудничество помогает малым островным государствам более эффективно реагировать на инциденты в области кибербезопасности. И в целом в регионе очень важно иметь механизмы стратегического сотрудничества внутри региона с тем, чтобы укрепить возможности потенциала реагирования на инциденты в области кибербезопасности. В частности, недавно состоялся в Вануату ежегодное заседание ПАКСОН, а также симпозиум, и конференция уже упомянута ПИФОСИ на ФИДЖИ. И одни из основных платформ, которые способствовали этому сотрудничеству, в то же самое время, помятуя о том, что у этих стран региона много общих ценностей, конечно, это было отражено и на платформах тоже. И это способствует развитию доверия между странами. Спасибо. Я рад, что Вы подчеркнули большой спектр мероприятий, на которых мы вместе участвовали. Все это способствует объединению ресурсов и расширять наше участие, и расширять участие нашего региона в глобальных мероприятиях по борьбе с киберпреступностью. ПАСКОН – это региональная сеть реагирования на киберпреступления. И мы рады, что подключился к ее работе сегодня и частный сектор, и у нас есть большое количество примеров, на которых мы можем учиться, из которых мы можем извлекать уроки. Хотелось бы тоже напомнить еще и о кенийском контексте. У нас было очень интересное обсуждение с представителем Кении. И, может быть, Вы могли бы и здесь с нами поделиться о том, как роль гражданского общества тоже оказалась важной в работе. Спасибо. КИКНЕТ – это кенийская организация, и мы тоже часть глобального сотрудничества. Мы представляем гражданское общество Кении. И с нашей точки зрения нам кажется, что, конечно, особенно в нашей стране киберпреступность – это большая опасность, особенно в том, что касается интернет-банкинга. Почти все пользуются банковским счетом при помощи интернета со своего мобильного устройства, со смартфонов чаще всего, и люди подключены к своему банковскому счету, подключены к интернету, и очень легко атаковать такого человека, любого такого человека. И тут большой спектр населения, которое можно назвать уязвимым. Мы видели людей, которые малоинформированы, малообразованы, но при этом они подключены к интернету и подключены к интернет-банкингу, и их счета практически были зачищены преступниками, все деньги были украдены. И поэтому я обратился, во-первых, вначале к банкам с просьбой делиться со мной такими случаями, описанием таких случаев, чтобы мы могли лучше разработать элементы защиты. Во-первых, мы предложили подключить двухфакторную аутентификацию с тем, чтобы защитить лучше девайсы таких людей и сделать более сложную работу таких киберпреступников, которые были нацелены именно на уязвимых людей, пользующихся интернет-банкингом. Нам удалось создать достаточно простую для использования систему. Мы запустили программу по информированию населения для начала. Она была со всех сторон нацелена на привлечение внимания таких людей. Там были и интернет, и смс-сообщения, и небольшие комиксы, и плакаты. Мы попытались привлечь людей к этой проблеме, и нам это удалось. Мы создали систему двойной идентификации, и многие на нее перешли. Потом мы также заметили, что женщины, и особенно женщины-фермеры, тоже являются центром атаки, являются мишенью. И мы нацелили на них тоже свою компанию по информированию, чтобы обучить их, как фильтровать сообщения, которые им поступают, и почему не нужно следовать всем инструкциям, которые могут поступить им на мобильное устройство. Это тоже оказалась успешная компания. Нам удалось охватить большое количество людей. Мы также обратили особое внимание на жителей сельской местности. Нам удалось обучить 140 учителей, которые работали в сельской местности, и через них распространить информацию дальше, потому что они являются влиятельными людьми в своих деревнях и в своих районах. Спасибо. Отлично видеть, как на практике удается что-то сделать, и как можно действительно обучить население, сделать людей более информированными, с тем, чтобы они не были так уязвимы для киберпреступников. А теперь мы готовы выслушать всех желающих. Вы видите в зале несколько микрофонов в проходах. Вы можете подойти к микрофону, представиться, рассказать о том, что в вашей стране происходит или в вашей компании, как проделывается работа по защите населения от киберпреступности. Есть ли у кого-то, может быть, вопрос или комментарий? Пока не вижу желающих. Вот вижу, кто-то идет к микрофону. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Я из Панамы, Франциско Левардия. У меня вопрос касается дня после кибератаки. Я знаю, что говорит международное право. Но как мы можем говорить о правоприменении, о том, как можно применить это международное право после того, как уже произошла кибератака? Я думаю, что и в Коста-Рике это актуальный вопрос. И в Вануате. Какие есть у нас юридические механизмы для того, чтобы привлечь к ответственности этих преступников? Я помню, что в прошлом, к примеру, до того, как была заключена Конвенция Объединенных Наций по морскому праву, не было никаких юридических механизмов или не было такого места, куда можно было прийти и получить какое-то возмещение, где можно было привлечь к ответственности того, кто нарушил это право, того, кто атаковал ваш корабль. И я хотел бы услышать ваши мысли о том, что могут эти развивающие государства, такие как Коста-Рика, Вануаты, что они могут сделать для того, чтобы получить компенсацию и привлечь к ответственности виновных. Хороший какой вопрос, прям сразу сложный. Кто готов начать отвечать? Давайте я попробую. Спасибо за такой вопрос. Действительно, очень интересный вопрос. К сожалению, действительно вопрос непростой. По первой части вопроса, как можно говорить о правоприменении международного права. И есть интерпретации, во-первых, есть разные интерпретации, разное понимание в разных странах того, как можно обратить к исполнению такого законодательства. Коста-Рика достаточно широко публикует свои взгляды на этот вопрос. И Бразилия, и Коста-Рика. Я думаю, что Коста-Рика уже не раз опубликовала свои взгляды на международное право по результатам политических приоритетов, которые у них существуют. И мы обсуждали в качестве, на нашем семинаре в частности, это открытый вопрос. Особенно, когда дело касается выкупов. Когда мы говорим о нарушении суверенности. И у нас все еще нет интерпретации того, как разные страны интерпретируют, что именно считается нарушением суверенитета. У Франции одно определение достаточно узкое, у Бразилии другое. Но по мере того, как страны публикуют свою точку зрения, что именно они ожидают, когда говорят об обеспечении выполнения международного права. И на второй вопрос о том, как можно привлечь к ответственности этих преступников, то здесь есть внутренняя юрисдикция, и уже в странах существуют инструменты для того, чтобы привлекать к ответственности преступников. И есть определенные шаги для этого. Есть и санкционные шаги, которые можно предпринять. Но я думаю, что тут можно говорить и о политическом интересе привлечения к ответственности виновных и о правоприменении. Здесь тоже можно говорить уже на международном уровне и говорить о интерполе. Конечно, это сложно, мы понимаем это, но тем не менее работа в этом направлении ведется. И здесь как раз и можно говорить о втором измерении, о котором я говорила, это международное измерение. И в ООН есть механизм подотчетности. Что это означает? Тут можно продолжать дискуссию, потому что нет единого мнения действительно. Но тем не менее уже есть достаточная база опыта, в рамках которого можно уже говорить о неком понимании этой практики и как можно применять ее в реальности. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Я хотела бы немного добавить к этому, что помимо юрисдикции и внутреннего правоприменения в стране, я говорю сейчас, исходя из своего опыта, у нас в пенсионном фонде ООН произошла атака, как раз вирус, целью которого было получить выкуп, и мы подключили ФБР, поскольку мы находимся в США, и принимающая страна нас поддерживает в борьбе с кибератакой в данном случае. Это то, что касается правоприменения. А на операционном, на техническом уровне у нас остается открытый вопрос о привлечении виновных к ответственности, потому что на уровне юрисдикции мы все еще должны собрать доказательную базу и доказать кто, что, когда и как именно. Таким образом, если мы здесь говорим, опять же, возвращаясь к техническому уровню, то нам нужна база принципов, которые позволяют нам информировать юридический процесс. То есть вы говорите здесь о связи между преступлением и возможным автором этого преступления. Да, совершенно верно. То есть вы здесь говорите о том же пути, по которому идет международное право, по сути. То есть если у нас в стране нет практики, то мы обращаемся к международному праву. Да, совершенно верно. Потому что, как я уже говорила, если страна не публикует свои взгляды на интерпретацию международного права, то нам сложнее понимать ожидания этой страны. Поэтому здесь важно именно формулировать свои взгляды. Есть, например, американский юридический комитет, объединяющий работу стран американского континента. И удается при помощи таких региональных органов добиться прогресса, потому что это добавляет еще один уровень к интерпретации международного права. Я уже вижу, что это происходит в странах Латинской Америки. Но при этом еще у нас есть к чему стремиться. Я тоже хотела бы тут представить немного информации к размышлению. Сложно добиться единого понимания международного права всеми странами. Это реальность. Но мы могли бы здесь рассмотреть возможность создания юридической рамочной структуры на региональной уровне. Если страны могут прийти к согласию на этом уровне, то, возможно, это будет более практично. Если вы можете добиться понимания стран региона по юридической структуре и как можно привлекать к ответственности преступников, это было бы более практичным, чем попытаться добиться единого прочтения международного права восьмидесятими странами. Интересно было слышать ваше мнение и интересно ваше упоминание региональных механизмов. Следующий вопрос. Я Мариса Калза из Бразильского министерства иностранных дел, отдел кибербезопасности. Спасибо за вашу презентацию. Хотела бы добавить к вопросу, который только что задал моего коллега, о последствиях, о привлечении к ответственности, о санкциях. Во-первых, действительно необходимо иметь доказательства и факты об этой атаке. Но как можно работать с этим на международном уровне, когда часто существуют такие доказательства, страна их собирает, но при этом не хочет их публиковать в силу той или иной причины, что делает достаточно сложный дальнейший процесс привлечения к ответственности. И в этой связи возникают вопросы об эффективности ряда инициатив, которые сегодня пытаются учредить политическую декларацию о том, что не нужно платить выкуп в рамках вирусной программы, которая вымогает выкуп. Насколько это вообще эффективно? Еще один хороший вопрос. Не знаю, насколько на него можно ответить. Я, опять-таки, могу говорить только исходя из своего опыта, опыта аудитора и опыта управленца. Мне кажется, что здесь должен подход быть как сверху вниз, так и снизу вверх. Конечно, нужна резолюция, соглашение. Это очень важно для того, чтобы создать некий консенсус на высоком уровне. Однако в то же самое время есть потребности в подходе снизу вверх. Когда люди, практикующие работу на местах, ответственные за работу изо дня в день, должны согласиться на неких стандартах. Технические процедуры должны быть некие общие. они должны будут согласиться на сколько они готовы публиковать информацию об атаке, делать ее доступной. К сожалению, и я думаю, вы как раз об этом вопросе и направляете нас в этом направлении, есть некое сопротивление, нежелание разглашать информацию, потому что это вопрос подотчетности, вопрос конфиденциальности. И мы все еще пытаемся разрешить это. Мы все еще пытаемся найти баланс между привлечением к ответственности и между тем, как быть соответственным, и информацию разглашать, но при этом не выдавать слишком много информации, слишком много деталей, которые могут усугубить отрицательный эффект от кибератаки. Поэтому на техническом уровне, я не буду здесь сейчас углубляться в технические вопросы, но есть технологии, которые помогают, разрешают предоставить определенную информацию, при этом не выдавая слишком много деталей о том, откуда эта информация берется. Существуют международные стандарты. ИСО может в этом способствовать, в этой разработке этого подхода и этих методологий, как можно своевременно эту информацию предоставлять, при этом не выдавая какие-то конфиденциальные данные. Повторите, пожалуйста, первый вопрос. Вы здесь говорите о нежелании организации делиться информацией, или иметь в виду какие-то конкретные заинтересованные стороны. Я имею в виду государственные органы, и часто мы говорим о нежелании делиться информацией по результатам кибератаки, информацией, которая помогла бы расследовать происшествие. Я думаю, что это прерогатива государства, какой информацией они готовы делиться и разглашать. И мы видим в последние пару лет, что есть попытка объединить усилия со стороны ряда стран. И я думаю, что, наверное, это какие-то все-таки положительные признаки, хотя при этом я понимаю, что существуют вызовы, потому что это очень чувствительный вопрос. И вопрос эффективности выплаты выкупов. Есть страны, например, правительство Соединенного Королевства, которое следует строгой политике не платить выкупы. И я согласна, что есть такая логика не финансировать эти преступные группировки. Но тут, опять-таки, должна быть политика государства. Есть политика. Если есть государственная политика, которая рекомендует не платить выкуп, то вы фактически говорите, что вы не поддержите в такой ситуации компанию и организацию, которая не сможет восстановиться после выплаты такого выкупа. И я думаю, что здесь нужно говорить не столько о выплате выкупа, сколько о помощи и о поддержке организации в ходе восстановления после выплаты выкупа. Можно сказать, не платите выкуп, но при этом все же поддержать пострадавших от кибератаки, вынужденных заплатить выкуп. Я хотел бы задать вам следующий вопрос, Стюзан. В последние несколько недель мы наблюдаем отрадную картину, в частности, например, раскрытие информации о происшествиях, об инцидентах, Вануату это сделало, и другие страны, океане. Но ни в одном из случаев не было четко публично заявлено о том, кто является источником этих атак. И также никакой информации относительно выкупа, был ли он заплачен. То есть, пожалуйста, ответьте на вопрос, что касается указания на виновников. Каковы ваши мысли? Что касается такого типа киберинцидентов, то здесь необходимо опираться на взаимное доверие. Если речь идет об одном и том же регионе, то здесь очень хрупкий баланс, потому что если происходят такие атаки, то с одной стороны, конечно же, есть заинтересованные стороны, которые могут делиться между собой информацией. И это касается или это используется при выработке мер политики в области кибербезопасности. При этом я хочу подчеркнуть, что сейчас вокруг нас складывается такая среда, цифровая среда, которая делает абсолютно необходимое сотрудничество между региональными заинтересованными сторонами. Нельзя здесь работать обособленно. Это абсолютно неэффективно. Кивова, у вас есть какие-то мысли по региональному подходу? Да, у нас в Африке в локальном контексте мы должны работать очень тесно с региональными организациями. Это, например, Африканский союз. Поэтому если и речь идет о задержании злоумышленника, который находится в другой стране, в одной из стран союза, то это все делается механизмами таких межгосударственных объединений. Вот сейчас, даже если правонарушителем является государство, государство, с которым и дипломатические отношения оставляют желать лучшего, то там, конечно, мало что можно сделать. Но, тем не менее, мы, конечно же, отслеживаем такие вещи. Есть страны, печально знаменитые, как источники ДДОС-атак или фишинг-атак. И таким образом они чуть ли не финансируют часть своего бюджета, и они, конечно, не оказывают никакого содействия в области международного уголовного правосудия. Да, это большая проблема. Здравствуйте, меня зовут Вилсон, я представитель молодежной группы. У меня следующий вопрос. Как создать систему международной кибербезопасности с привлечением всех заинтересованных сторон, с учетом гендерной проблематики, учет интереса меньшинства, а также разделения между глобальным севером и югом, с учетом необходимости уважения национальной безопасности стран, особенно глобального юга, особенно на фоне атак, источником которых являются государства. Спасибо, Вилсон, за ваш вопрос. Я постараюсь разбить его на две части. Что касается глобального юга, то здесь необходимо рассматривать это поле как некие концентричные круги, связанные друг с другом. Дело в том, что у нас есть, допустим, государственные государства, которые каждый имеет свой круг интересов, но при этом на региональном уровне важно иметь какую-то общую платформу для осмысления кибербезопасности на региональном уровне. Например, у нас есть рабочая группа по укреплению доверия в области кибербезопасности, и здесь много слоев есть у этого вопроса. То, что применимо, скажем, к Африканскому союзу, к странам Массиан. Здесь необходимо укреплять доверие на региональном уровне до тех пор, пока не будет достигнуто согласия по основным вопросам. Вот как в рамках у нас, в рамках нашего сотрудничества есть рабочая группа, которая занимается этими вопросами. Например, в 2020 году была опубликована резолюция среди ассоциаций стран панамериканского континента по такому вопросу. Так вот, общественные дебаты ведутся, и даже в Организации объединенных наций по итогам работы открытой рабочей группы, в докладе особо подчеркнула, была подчеркнута важность сотрудничества между севером и югом, а также на трехсторонней основе. Здесь также изучались вопросы укрепления сотрудничества по линии юг-юг. Возможно, мои коллеги дополнят мое выступление, но хочу вам напомнить о конференциях по укреплению глобального киберпотенциала. А иными словами, по линии юг-юг тоже есть множество интересных инициатив. Спасибо. Я хочу очень коротко добавить к словам Луис несколько мыслей. Я согласен с вами, что это прекрасная модель. Далее. Когда я говорил о подходе к рискам, если в подходе к рискам учитываются риски, вот таких вещей, на которые вы намекаете, то если результат анализа будет включать в себя оценку всех аспектов. Иными словами, важно, чтобы был набор критериев максимально всеобъемлющий с самого начала. Поэтому тот доклад, который обсуждался уже сегодня, является прекрасным примером такого подхода. Потому что после 2021 года, после работы, проделанной по нормам, этот документ занимается оценкой воздействия инцидентов в области кибербезопасности по всему миру, воздействия на население. И здесь, исходя из подхода постоянного улучшения, будут дорабатываться механизмы, и это в том числе касается анализа рисков. Что по вопросу Пегаса, если Сноуден по-прежнему находится в изгнании, это означает, что по-прежнему есть мощные страны, обладающие большим влиянием, которые могут достаточно произвольно относиться, скажем, к таким случаям, к таким разоблачителям. То есть есть, иными словами, сильный мир из всего по-прежнему. И вот еще раз напомню, Сноуден по-прежнему живет в изгнании после того, как он раскрыл информацию, всю правду рассказал. Я хочу добавить небольшой комментарий по Пегасу и другим инструментам коммерческого хакинга. Здесь необходимо укреплять механизм реагионального сотрудничества и потенциал реагирования, но те страны, у которых нет таких технологий, что им делать, как они могут нарастить свой потенциал, скажем, по расследованию таких инцидентов. И также возвращаемся к вопросу ответственности и укрепления потенциала в этом направлении. Это очень сложный вопрос, потому что здесь вырисовывается парадокс, как страны, особенно развивающиеся страны, могут нарастить свой потенциал. И как они могут привлекать к ответственности нарушителей, если у них просто не хватает таких технических возможностей. Спасибо. В интересах времени мы переходим к вопросам и ответам из зала. Меня зовут Мисимбока, я из Кении. Я также представляю комиссию парламента по информационно-коммуникационной технологии. Что касается воздействия, влечения заинтересованных сторон, обязательно необходимо включать в работу представителей законодательных органов. Мой вопрос следующий. Я приехала из страны, которая подвергалась нападкам и атакам террористических организаций, например, это Аль-Шабаб, взрывы и другие террористические атаки. Так вот, вы как международная платформа, есть ли у вас какие-то стратегии по противодействию терроризму, в том числе кибертерроризму. Потому что если сейчас они работают на небольшом, скажем так, поле, когда они нарушают нормальное функционирование даже нашего военного ведомства, то что же произойдет, когда они укрепят свои возможности и смогут нарушать функционирование более крупных систем? Что мы можем сделать? Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Доброе утро. Меня зовут Элейн Лю. Я приехала из Сингапура. Я независимый участник IGF. Я хочу рассказать тоже о Кении. Мне очень нравится аббревиатура, когда нам напоминает, что сначала нужно остановиться, подумать и проверить. Когда речь идет о практике в области кибербезопасности, то, конечно, начинается все сверху, с организации. Но также на уровне гражданского общества, на уровне простых граждан тоже должны быть механизмы. Например, в случае любых нарушений, любых преступлений, какими бы мелкими ни являлись, например, когда вас обсчитали в магазине или что-то такое, то есть необходимо, чтобы эта информация могла подаваться, чтобы это сделать было легко. И каким образом мы собираем эту информацию? Потому что данные являются первым входным пунктом для преступников. То есть, первое, сбор данных. Второе, необходимо создать механизмы с тем, чтобы даже мелкие нарушения, правонарушения было легко о них сообщить в полицию. Итак, что каждый из граждан должен делать для того, чтобы выявлять преступления и сообщать о них? Я, меня зовут Бенита, представитель организации «Мир в киберпространстве». Я хочу напомнить вам о множественных угрозах кибертерроризма. Но нередко в плане реагирования мы наблюдаем дуплицирование ресурсов. Как избежать этого с тем, чтобы вместо дуплицирования мы делились ценными ресурсами с другими государствами, с партнерами? Спасибо. И в качестве заключительного слова прошу, чтобы наши участники выбрали один или несколько вопросов и даем вам буквально несколько минут. Пожалуйста, Сюзан. Я начну с последнего вопроса. Как избежать дуплицирования ресурсов и усилий? Я хочу рассказать о платформе «Глобальная экспертиза» и его Тихоокеанского узла. Как раз речь идет о том, чтобы оптимизировать использование ресурсов, о том, как избежать дупликации ресурсов? И здесь у нас есть несколько механизмов. Таким образом, мы пытаемся определить пробелы в области кибербезопасности, но также уделяем приоритетное внимание оптимальному использованию имеющихся ресурсов для реагирования. Спасибо. Я благодарю уважаемых парламентариев из нашей страны за приглашение участвовать с ними. Сейчас новый состав парламента. Так вот, с предыдущим составом мы тесно взаимодействовали. Мы проводили круглые столы с комитетом. По информационным технологиям. В частности, под председателем уважаемого Гидиона Моя. Таким образом, мы готовы сотрудничать с парламентариями. Говоря о кибертерроризме, это большая проблема в Кении, особенно в северной части страны, где расположена критическая инфраструктура, в частности, телекоммуникационные вышки, которые нередко становятся мишенью для атак террористов. И комитет по безопасности в парламенте занимается этими вопросами. При этом мы получаем и международную поддержку от стран, с которыми сотрудничает Кения в деле противодействия терроризму. Еще раз, есть поддержка, международная поддержка в области кибертерроризма. Что касается сбора данных, то здесь есть принцип минимализации данных, и в GDPR это тоже отражено. То есть в странах могут быть и свои законы, например, как в Кении есть закон о защите данных, и есть уполномоченный по защите личных данных. Например, только на прошлой неделе организации в нашей стране были почти на 100 тысяч долларов оштрафованы за ненадлежащее использование личных данных. Пожалуйста, Дину, я отвечу очень коротко на вопрос по сбору данных. Для меня это очень близкая тема, потому что за прошедшие 7 лет я уделял большую часть своего времени для разработки специальной системы для пенсионного фонда ООН, в котором у нас 84 тысячи получают пенсии из этого фонда в настоящее время. То есть сбор данных – это важнейшая часть нашей работы. Нередко мы или пользователи вынуждены делиться информацией, которая, по сути, не столь уж нужна. Поэтому, конечно, тенденция к минимализации собираемых данных тоже прослеживается, и это правильно. Если возникают ситуации, когда от нас больше не будут требовать подачи лишних, ненужных данных, это позволит также уменьшить необходимость обработки таких данных. Спасибо. Три мысли в заключении. Что касается обмена информацией, да, здесь есть публичные платформы, инициативы. Многие пытаются сделать одно и то же. Например, гражданский портал из ЧФС является прекрасным примером того, каким образом публично доступная информация может помогать как государственным, так и негосударственным органам получать сведения о том, что происходит у них в других организациях и даже в других частях мира. Ещё мне запомнилось из нашей дискуссии, которая у нас проводилась на рабочей группе. Это то, что есть публичные проекты, и есть проекты, которые публикуются, то есть страны, которые говорят, что они поддерживают какую-то страну, и есть способ каталогизировать эти виды поддержки. И я думаю, что здесь можно продолжать улучшать механизмы. Это не только вопрос меморандума о понимании. Это вопрос того, как мы можем улучшить определенные процедуры, например, государственные закупки. Именно для этого существуют рабочие группы, на которых можно эти дискуссии проводить, например, в закрытом порядке. И мы здесь можем также говорить о технологиях, о том, какие технологии можно для этого использовать, например, для госзакупок, и как можно постараться их обезопасить от кибератак. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто свой вклад внес в нашу дискуссию сегодня, прежде всего наших ораторов, за такой интересный разговор. Спасибо за то, что поделились своим опытом и своими взглядами. И спасибо всем коллегам. Спасибо.